Дагестанские врачи впервые на Северном Кавказе установили кардиостимулятор пациенту с коронавирусом. Это совместная успешная работа специалистов больницы скорой помощи и кардиоцентра Махачкалы. Прибор 84-летнему пациенту установили под кожу в подключичной области грудной стенки. При этом в открытой операции не было необходимости. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и даже сам рассказывает о своем состоянии. Абдурахим Белалав Даканай расскажет подробности. Первым пациентом с COVID-19, которому имплантировали однокамерный электрокардиостимулятор, стал 84-летний житель Махачкалы. Значительно усложняло задачу хирургам то, что у мужчины была диагностирована двухсторонняя пневмония, которая протекала в тяжелой форме. Пациент Абдулаев, 35-го года рождения, был доставлен в скорую помощь к нам диагностировал двухсторонняя вирусная пневмония. Наряду с тяжелой формой пневмонии у него развивалось нарушение ритма сердца, которое могло быть спровоцировано вирусом. Частота работы жизненно важного органа резко снизилась, что могло привести к необратимым последствиям. Чтобы спасти жизнь пациента, было принято решение установить кардиостимулятор. Подобный опыт у нас уже не впервые. Мы уже ранее имплантировали стимуляторы пациента в невирусной идеологии, просто с блокадами. Но тут сложность в том, что пациент вирус не децидировал, но предполагаемый пациент вне больничной пневмонии. И тяжесть состояния оценивалась изначально как тяжелая. Доктора созвали экстренный консилиум с участием врачей больницы и специалистов кардиоцентра, после чего пациента сразу же забрали на операционный стол. Прибор установили подключичной области грудной стенки. При имплантации не требуется открытой операции. К электрокардиостимулятору присоединяется электрод, который проводится в полусердце через подключичную вену. С помощью ангиографа врачи установили электрод в необходимое место. Внедрить технологию в работу врачей по поручению министра здравоохранения Дагестана удалось в рекордно короткие сроки. Важную роль сыграли как квалификация врачей, так и наличие высокотехнологичного медицинского оборудования, такого как ангиографическая установка. Абдурахим Белалавдагнай, Камила Раджабова и Субгазиамаров. Время новостей.